Так, ребят, смотрите, в общем, я вчера заснял видос по поводу того, что Илон Маск поддержал у нас компанию Apple в суде, да, там, и, соответственно, смотрите, всего лишь 2000 просмотров, хотя до этого такие хайповые ролики набирали там 3-4 тысячи просмотров и так далее, то есть, понимаете, ну, может быть, я, конечно, херовый обзорчик, есть такая вероятность, но она очень мизерная, понятное дело, вот, и просто прикол в том, что выпускаются вот эти новости, вот, Илон Маск поддержал, то есть, они уже всеми силами пытаются показать, что вот, Apple, покупаем, покупаем, ребята, покупаем Apple, сейчас улетаем, ты шо, просто, ну, ребят, ну, по-моему, очевидно, что на текущем этапе, да, выкупают, но это все в моменте, понимаете, я говорил об этом, что может повториться ситуация, как с эфиром классиком, нужно это иметь в виду, сейчас я еще новости покажу за сегодня, как минимум тот же эфир классик тоже показывал, якобы, вот его там, выкупили раз, два, там, три выкупили, сделали поглощение, сходили сюда даже, тут закрепились, проторговались и потом дампились еще ниже, вот и все, то же самое, я думаю, скорее всего, будет сейчас с Айплом, ну, с XRP, да, и после этого, мы можем обвалиться минус 50% вообще запросто, то есть минус 50%, давайте отсюда глянем, посмотрим, сколько это у нас будет, это будет у нас минус 30 сюда, но, опять же таки, постепенно, понятное дело, ни одной свечой, хотя, может, и одной, кто знает, ну, я думаю, скорее всего, постепенно, как обычно, минус 50%, что все уже повыходили, ну, это как раз в районе 20 центов, в идеале, конечно же, чтобы уже все вышли окончательно, это надо куда-то в районе, там, 10-15, может, даже куда-то вот сюда, вот, чтобы уже все вышли, надо ниже вот этого алоя нам уйти, вот, это минус 80%, но, опять же таки, нужно движение вниз битка, приблизительно, ну, не на такое же, но минус 40%, но, вот, на десятку, если сходит, я думаю, XRP как минимум сюда сходит, а то и ниже, вот, поэтому, всеми силами сейчас пытаются, вот, Spenza Bits заявляет о поддержке Apple в суде, то есть, Spenza Bits поддержала, потом, соответственно, Илон Маск уже чуть ли не поддерживает, и, соответственно, говорит, что, очевидно, этот иск уже затронул интересы Spenza Bits, но не проводя различия между конкретными продажами с участием отдельных ответчиков на вторичном рынке, всех угрожают жизнеспособностью Spenza Bits, ну, типа, на самом деле, они заинтересовались по поводу себя, вот, ну, и, типа, слишком много типа сегодня, ну, ладно, вот, в общем, Spenza Bits у нас платежное решение на основе XRP Ledger, потому что они связаны, естественно, их тоже попросили, давайте, ребят, тоже подключайтесь, потому что вас закроют нахер, если вы будете молчать, вот, ну, естественно, они переживают, в первую очередь, за свою задницу, ну, и, так как они связаны с XRP Ledger, зависимы от них, ну, отчасти, да, то, конечно же, они их поддержали, потом, соответственно, Apple продолжает расти, несмотря на криптозиму, то есть, всякие заголовки придумываются, вот, я вам сейчас пролистаю, вы посмотрите сами, вот, ну, вот, одна негативная новость, сейчас это тоже зачитаю более подробно, Apple получила долгожданные документы бывшего чиновника SEC, обвинившего эфириум неценной бумагой, потом, соответственно, у нас выходит новость, Джон Диттон, что SEC не будет вынесено решение, тоже небольшой негатив, чик, Apple празднует десятилетие на фоне хаоса SEC, опять позитив, Apple одерживает очередную победу, да, интересно, какую, в том, что лжет и выдает желаемое за действительно, закончат ли, наконец, спор документы Хинмана, ну, я уже показывал, что нет, что это конитель минимум до декабря, и, как сказала Гарлинхаус, от двух до девяти месяцев, да, потом он вышел, сказал, от трех до четырех, ну, и, типа, якобы, январь, февраль, а теперь уже говорят, что, типа, сейчас, сейчас, ну, ложки закупайтесь, типа, того, что, я думаю, ну, доступным языком объяснил, вот, SEC официально передала документы компании Apple, потом, быки Apple готовятся, ну, XRP к взлету, поскольку Apple получает давно запрошенные документы, охереть, вот, потом судебный процесс Apple, держатели XRP бросают конфетти, когда документы Хинмана, типа, были поданы, вот, типа, победа настала, цена XRP еще не отреагировала на крупнейшее событие в судебном процессе Apple в прошлом году, по словам юриста Apple, после крупной победы, чувствовал себя плохо из-за тактики SEC, потом резервуары XRP, последний них усилий Apple против SEC, типа, вот, уже чуть-чуть осталось, Apple заявляет, что SEC не могла создать юридическую теорию о том, в поддержку своих утверждений, что XRP является ценой бумаги, ну, типа, SEC проебала, ой, извиняюсь, вот, почему понедельник может иметь решающее значение для XRP Apple, праздную частичную победу над SEC, да, а потом, соответственно, прогноз цены, скоро ли достигнет 1 доллар, ну, то есть, все новостные порталы, это англоязычные, если что, я перевел Google переводчиком, вот, Apple объявляет о второй половине волне проектов на XRP Ledger, но это мы тоже уже видели по поводу того, что, вот, там, через 2 недели они запустятся, поэтому, теперь более подробно, получается, у нас в пятничном твите Apple призвала общественность подумать о присоединении к ее команде и присмотреть отличные вакансии, я напоминаю, что там куча вакансий, я показывал в одном из роликов, кто помнит, вот, поскольку компания стремится расширяться, как подчеркивает компания, опрос Fortune у нас, проведенный в мае, показал, что 95% сотрудников считают, что это отличное место для работы, ну, естественно, намного больше, чем в среднем 57% США, помечательно, что Apple в настоящее время занимает 3,4 место в списке Fortune, 100 лучших мест для работы в сфере среднего бизнеса, ну, как бы, непонятно, как эти опросы проводятся, понятное дело, если бы 95% сказали, что херня, их бы уволили, вот и все, или понизили зарплату, по-моему, очевидно, не, ну, может быть, это и правда так, ну, естественно, большинство будет врать, вот, даже если им что-то не нравится, стоит отметить, что поиск по открытым вакансиям показывает, что имеется около 156 доступных вакансий, поэтому некоторые роли требуют заполнения в нескольких регионах, что может легко увеличить количество открытых вакансий, ну, и типа, все идет зашибись, вот, примечательно, что в сочетании с судебной тяжбой по ценным бумагам, похоже, не замедляет работу фермы, совпадение, да, ну, наверное, потому что фикции этот суд, нет, вот, вместо этого Apple расширяет свои услуги на другие регионы, да, во время суда, естественно, так бы можно было делать, особенно там, если бы это был реальный суд, вот, как подчеркнул в апреле глава Брэд Гарлинхаус, ничего не изменится, если компания проиграет судебную тяжбу США, ну, о чем я и говорю, да, вот, Гарлинхаус утверждал, что компания уже работает с мыслью, что проиграла дело, следовательно, 95% клиентов находятся за пределами США, ну, то есть, им абсолютно без разницы, выиграет, они проиграют, выиграет, зашибись, нет, нет, ну, потому что суд этот просто спектакль, я уже говорил неоднократно. Ник Бугалис, у нас технический директор Apple, покидает компанию, и в пятницу технический директор, автор предложения о поправке XLS 20, сообщил, что покидает компанию после фантастического десятилетнего путешествия, и, говорит, было фантастическим, хотя утомительным и всепоролагающим, и мне нужно работать над проектом, который я люблю, для достижения цели, в который я верю. Ну, короче, пошел создавать собственный проект, как и Джет Маккалеб, который ушел из компании и создал свою крипталюту Stellar XLM, вот, но это путешествие подойдет к концу через несколько недель, вот, и поэтому, говорит, что подчеркнув сложность решения, заявив, что оно отвечает его интересам, инженер считает, что XRP Ledger продолжает работать без него, поскольку он остается под присмотром талантливой и преданной команды, кроме того, инженер сообщил, что не будет присоединяться никакому другому проекту или компании, связанной с крипталютой. Ну, как бы, как говорится, говорить не мешке ворочать, поэтому посмотрим. Ответ членов команды XRP Ledger и сообщества XRP, неудивительно, что объявление Бугалица вызвало шквал эмоциональных откликов со стороны членов команды и сообщества XRP в целом, не знаю, мне вообще по парабану, я знаю, что XRP вырастет, вне зависимости от того, там ушел кто-то, не ушел, суд, не суд, вообще без разницы, поэтому, потому что будет бычий рынок, и XRP опять пойдет в рост, и даже сейчас он на медвежке умудряется показывать что-то, ну, искусственный рост, конечно, но надо понимать, что XRP себя еще покажет, просто многие не догоняют этого. Вот, ведущий разработчик, а даже если не покажет, это одна из монет в моем портфеле, и мне абсолютно без разницы, потому что основной принцип диверсификация, вот и все. Поэтому в любом случае я выиграю, что вырастет за работу, а не вырастет, есть другие монеты, вот и все. Вот, ведущий разработчик у нас, Винца Винта, пожелал Бугалицу всего наилучшего в будущих приключениях, прописав большую часть своего роста в команде XRP Ledger именно ему, и тем временем вице-президент по стратегии операций Apple Emi Yoshikawa назвал инженера основой сообщества, там и так далее, выразили благодарность, там стоит отметить, что за прошедшие годы внес несколько вкладов и является автором предложения поправки, которая призвала возвестить NFT в XRP Ledger. Также вот у нас получила долгожданные документы, ну и настоящая сокровищница у нас электронной почты документов по ценным бумагам была передана Apple, и Стюарт Альдеротти, генеральный US-консульт Apple, в четверг сообщил об этом в Твиттере, объявив о победе в 18-месячной битве, но это мы тоже уже слышали. Вот, и, соответственно, у нас Брайт Гарлинхаус говорит, что когда правда в конце концов выйдет наружу, вас шокирует постыдность их поведения здесь, но это мы тоже уже слышали. Дальше, прочитав недавнее ходатайство, Дитон у нас считает, что сек не будет вынесено решением, ну и, соответственно, Дитон, я не читал разряжение сек против решения Apple в упрощенном порядке, потому что оно еще не подано, но, прочитав мнение Apple и зная, что скажет Амитсус, я не верю, что сек вообще вынесет решение, ну, о чем и речь, что это все будет затянуто еще, как минимум, до следующего года, а то и дольше. Вот, однако, он считает, что опасность для Apple еще впереди, интересно какая, то, что будет медвежка приложена, и он обвалится обратно на 30 центов, как я и сказал, вот, поскольку судья говорит, что присяжные должны решать факты, вот, ну и держатели XRP полны надежд после недавнего движения Apple, ну, конечно же. Вот, крипто-сообщества, особенно держатели XRP, наблюдают за развитием событий там, ну, не знаю, кто там наблюдает, поруфы предоставьте, вот, ну, разве что я, который читает новостные эти порталы, вот, хотя все пошло не так, как многие ожидали, Apple дала держателям XRP новую надежду после подачи возражения против ходатайства в упрощенном судебном разбирательстве, не знаю, какая новая надежда, ребят, я сказал, бычий рынок, все будет, ну, естественно, они будут умалчивать это до последнего, они же не скажут, что, ребят, ну, вам еще ждать год-два, если все скажут, у-у-у-у, долго. Блокчейн-компания отметила, что сводное решение SEC не содержит юридической теории, подтверждающей заявление о том, что XRP является цитатной бумагой, Apple добавила, что аргумент SEC также не доказывает, что XRP соответствует основным элементам теста Huawei, чтобы квалифицироваться как инвестиционный контракт. Apple у нас празднует десятилетие на фоне хаоса, и популярная компания празднует сегодня, что ей 10 лет, да, напоминаю, она там, с 2012 года работает, Ну и что-то до сих пор ее не закрыли, хотя суд идет уже 2 года, я напоминаю, вот, и рост XRP с 20 центов до 2 долларов, хотя многие сказали, роста не было, роста не было, но если ты закупал по 3-4 доллара, то да-да, роста не было, вот, генеральный директор Ripple Брэд Гарлинхаус поделился твитом, в котором выразил благодарность команде, команда делится комментами приближения к победе в судебном процессе, ну пиздеж продолжается, вот, по поводу того, что вот мы там 10 лет вместе и так далее, мне всегда нравились наши юридические споры, а сейчас я чувствую себя еще лучше, вот, и я всегда чувствовал себя плохо из-за тактики SEC, и теперь чувствую себя еще хуже, но это у нас говорит, я так понимаю, Стюарта Альдероти, да, US-консульт, и за несколько часов, когда документы были поданы, Гарлинхаус высказался против SEC через твиттер, поскольку праздновал свое десятилетие, и что ж он тут сказал, соответственно, а, ничего, перекидывает на сайт, вот, Ripple одерживает очередную победу, закончит ли, наконец, спор документа Хинмана, ну и Дэвид Горгштейн, который топит, чтобы мы заходили на хаях локальных, да, я передумал и подумал о покупке пакета XRP после просмотра новостей, ну, естественно, вот, о чем я и говорю, вот, Дэвид Шварц у нас утверждает, что за последние 6 лет он никогда не был так оптимистичен в отношении перспективы Ripple или всего рынка криптовалют, ну, конечно, ребят, сейчас уже разворот, держи карман шеи, вот, Брэд Гарлинхаус, генеральный директор Ripple, называется, успевай ведро подставлять, СЕК хочет, чтобы вы поверили, что она беспокоена раскрытием информации, ясностью и прозрачности, да, вообще без разницы, никогда не доверяйте им, вы будете потасены тем, насколько ужасными были их действия людей, когда, правда, в конце концов выйдет наружу, ну, это тоже слышали официально передала документы, быки готовятся к взлету у нас и говорят, что вот, 21 октября, что долгожданные документы были поданы и так далее, за их получение стоило побороться, ну, и, соответственно, СЕК недавно произвели к немедленному вынесению решения по иску на основе имеющихся доказательств без передачи дела в суд и стремления закрыть давнее дело, что цена подскочила более чем на 40%, ну, если суммарно, на 70%, но видно, я не знаю, то ли слепошары, то ли журналисты, то ли, я не знаю, те, кто это пишут, я не знаю, то ли авторы данных статей говорят, что вот на 40%, ну, написали бы на 70, какие проблемы, наоборот, рейтинги бы подняли себе, вот, судебный процесс Рипл, держатели XRP, ну, как бы, всему надо всех учить, понимаете, вот, держатели XRP бросают конфетти, даже, ну, вот, я вообще, вот, как офигенную фразу услышал, кто смотрел этого, я хоть сейчас не смотрю, но раньше смотрел этого папича, вот, кто в теме тут поймет, он говорил, что как можно быть бездарным, если вокруг столько ничтожеств, и, ну, как бы, как можно быть хуевым, если вокруг столько бездарностей, вот, поэтому, ну, это как раз тоже про меня, потому что я смотрю, что большинство людей нихера не могут вообще, абсолютно, поэтому, даже журналисты, они настолько тупые, что они не понимают, как надо даже заголовки делать, и как статьи писать, ну, как бы, в принципе, чему удивительного, большинство является идиотами, поэтому, в принципе, удивление у меня никакого этого не вызывает, судебный процесс Рипл, держатели XRP бросают конфетти, когда документы Хинмана у нас были поданы, ну, и, соответственно, вот, 29 сентября передали документы, спустя 18-6 месяцев, и, тем не менее, на момент написания снизилась у нас цена на 4%, вот это, да, типичная волатильность XRP, но они выдают это за какой-то феномен просто, ну, тут, конечно, сумели, но могли бы сказать, что, типа, выросли, наоборот, на 70%, а снизились всего лишь на 4%, ну, то есть, я же говорю, лучший, лучший, вот, а тут какие-то бездарные статьи пишут, поэтому, ну, сори, ребят, ну, так и есть, вот, цена XRP еще не отреагировала на крупнейшее событие в судебном процессе Рипл в прошлом году, потом, соответственно, говорят у нас Стюарт Альдероти, вот, ну, то же самое, новость повторяется, Горкштейн говорит, я новый пакет XRP закупаю, ну, естественно, во всех новостных порталах, новости повторяются, по словам юриста Рипл, после крупной победы, вы думаете, случайно, да, вот, чувствовал себя плохо из-за тактики SEC, но это мы тоже уже читали, Эзервары, XRP последних усилий там и так далее, ну, и Альдероти подтвердил у нас передачу документов, это тоже мы читали, ну, опять же таки, цена у нас падает, ну, и, несмотря на это, цена упала, по словам члена сообщества, что последние усилия не оказали положительное влияние на стоимость XRP, ну, потому что все понимают, что это все разводняк, свидетельствует обратным аргументом SEC, да, нет, свидетельствует, что роста не будет добычего рынка, вы же говорите, как есть, вот, Альпл заявляет, что SEC не смогла создать юридическую теорию о поддержке своих утверждений, что XRP является ценной бумагой, ну, это мы тоже уже слышали, ну, и Альпл подкрепила момент, сославшись на письменные показания под присягой под письменными держателями, вот, ну, и Альпл возражает против суммарного решения, через несколько часов после того, как Джозеф у нас, Грунфест, бывший комиссар, рассказал о деле для Хоуи, да, ну, и даже принимая свои аргументы на условиях, SEC по-прежнему не может нести свое время, чтобы показать, что какой-либо элемент эста Хоуи соблюдается, не говоря уже о том, чтобы показать, что ни одно разумное жюри не может не согласиться. Потом также вот у нас понедельник может иметь решающее решение, сегодня у нас шоу, сегодня суббота, вот, ну, и, соответственно, вот у нас там близится, длится уже 20 месяцев и так далее, судебная тяжба, я не знаю, они то ли считать не умеют, то ли что, а, нет, подожди, она началась в декабре, ну, да, не умеют считать, потому что, я напоминаю, у нас суд закончился, начался когда? В декабре, даже ближе к концу декабря, то есть осталось у нас сколько? Раз, два, три, три месяца, ну, по факту, да, ну, почти плюс-минус, на месяц ошиблись, ну, ладно, вот, не будем придираться, сводки планируются обнародовать в следующий понедельник, но в прошлом месяце SEC проигнорировала крайний срок, на день так раньше, будьте на чеку в любое воскресенье или понедельник, чтобы те не упали, не знаю, кто те не упали, типа, народ от шока, от того, что XRP не вырастет, после этого будет брифинг 15 ноября, и тогда мы в основном готовы, да, к чему интересно, к тому, что суд будет еще год длиться, вот, на 23 год скоро XRP достигнет одного доллара, обычный прогноз у нас составляет, что вот там туда-сюда, сейчас уже прогноз на медвежий рынок упадем на 30 центов, ну, в принципе, как я и говорю, вот, и, соответственно, как мы видим, Коинге кого-то у нас там предоставляет прогноз, что вот там, вот такой вот у нас паттерн, сейчас выносим по стопам, мы летим там на 1,3 доллара, так что, ребят, готовьтесь, пристегните аймни, что называется, да, вот, ну, пристегнуть аймни надо по поводу того, что мы валимся вниз, как я об этом и говорил, что может быть, да, выкуп опять фейк, вот здесь выкупили, здесь выкупили, здесь, но я напоминаю, если кто забыл, то здесь тоже были выкупы, вот здесь тоже были выкупы и понт, ну, то есть тут были выкупы, вот здесь были выкупы, вот здесь были выкупы, ну, и что, ну, то есть вот здесь были выкупы, вот здесь, ну, я напоминаю, цена после этого упала на сколько, упала еще там на, получается, 75%, вот, но что-то не помогли выкупы, да, то же самое здесь, поэтому, ребят, я не то, что там многие считают, Я, может, негативно настроен, но я вообще по барабану Вот, потому что я готов ждать И я готов ждать минимум года Я об этом уже говорил, потому что даже если мы стартанем С текущих, то минимум год ждать до пика цикла Если вы не, ну, не понимаете То оно так и есть Вот, можете сами посчитать, посмотреть на истории там и так далее Ну вот банально даже, давайте возьмем, потому что XRP XRP следует за битком, да Ну вот давайте глянем с 20-го года, сколько мы шли до 2 долларов Ну, условно, 10x, чтобы сделать Полтора года, считай, ну год, окей, год мы шли Ну хорошо, даже если Взять отсюда, давайте, окей, отсюда Мы шли, ну, 3 месяца как минимум, понимаете Чтобы сделать с 20 центов 10x, ну, опять же, тогда была активная Фаза бычьего рынка, поэтому имейте ввиду Вот, поэтому, ребят Надо понимать, что быстро это нихера не закончится И, а если медвежка еще и затянется То это будет намного дольше, то есть не надо Надеяться, что вот там все быстро туда-сюда Ну, как бы год это минимум, а то, скорее всего, 2 Ну, то есть, по факту мы, скорее всего, после халминга Будем расти, как и предполагалось Я думал, что раньше, но, как мы видим Резину тянут, плюс еще и кризис Поэтому, скорее всего, будет затянуто И дай бог, чтобы мы хоть к 24 году начали расти Ну, начали бычий цикл, да Хотя многие я читал по опросам в сообществах Различных телеграм-каналах там и так далее Не только в моем Вот, смотрел, что многие ожидают Что вот бычий рынок там начнется чуть ли не в конце 22-го, начале 23-го Ну, то есть, бейт полный, поэтому То, что ждет большинство, не пройдет, поэтому Я предполагаю, и об этом тоже писал в закрытом клубе Что резину будут тянуть еще, ну, скорее всего Либо очень долго в боковике, либо будут Боковик и плюс валить цену Вот это самый идеальный момент, что всех вытрусить Потому что большинство не готово, что будет падение Тем более по XRP оно будет однозначно Потому что, ребят, ну, вы верите сейчас Ну, вот напишите в комментах, кто верит Вот действительно, что будет там рост сейчас До двух, до трех, до четырех долларов И тем более перехай Ну, я считаю, это абсурд, тем более на медвежке Ну, то есть, XRP ходит за биткоином И корреляция, там, я смотрел, процентов 70 у него с битком Поэтому вероятность очень мала И, ну, типа, говорить, что сейчас будет перехай Типа, вот сейчас рост, летим там на доллар Ну, даже если так, ну, сомнительно Очень сомнительно И, как мы видим, цену выше не опускают Да, выкупают, но это все, ребят Можно так возить хоть еще месяц, хоть два И потом цену обвалить И потом сказать, ой, мы там просрали суд, все дела Ребята, подождите еще Ну, а по итогу на хаях наивных хомячков позагоняли Поэтому, ребят, будьте аккуратней, да И ждите, ждите падения Потому что оно однозначно будет, я считаю Тем более, если прольют биток, то По XRP это однозначно случится Все, всем удачи, всем пока, надеюсь, я разъяснил Ролик длинный, ну, кто длинные ролики Не умеет досматривать до конца, то вам нечего делать На крипторинге, потому что длинные ролики Они как раз-таки и дают полную картину И я не знаю, как можно за 5-10 минут Рассказать основную суть, можно, конечно Но надо следить еще за подробностями И следить, как все это делается, вот эти манипуляции Чтоб в будущем на них не натыкаться Ну, а те, кто не могут досмотреть, смотрят минуту-две И вырубают, ну, такие люди Никогда, запомните, зарабатывают на крипторинге И вообще в жизни не будут Вот и все, всем удачи, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok